Виталий, приветствую тебя! Сегодня у нас традиционная встреча. Правда, мы немного задержались, но лучше поздно, чем никогда. Обсуждаем, конечно же, рынки и то, что на них происходит с точки зрения фундаментальных возможностей. Иногда делается акцент и на техническую составляющую, если есть хорошие там паттерны, сигналы. Виталий с большим удовольствием, конечно же, делится такой информацией. На рынках жарко. То есть мы изначально, если вспомнить нашу прошлую встречу, готовили вас, друзья, к тому, что волатильность будет только усиливаться. Правда, прежние ожидания были обусловлены тем, что мы ориентировались на действия американского регулятора, то, что он будет задавать тон рынкам, будет активничать с процентной ставкой, ее повышением. И это будет провоцировать более интенсивную динамику долгового рынка, доллара, рынка драгоценных металлов, ну и прочих финансовых активов. Ну, конечно же, было почти невозможно, почти невозможно предположить, что вот этот финансово-экономический кризис, который даже по всем канонам таких исторических реалий давно уже назревал, он должен был произойти. Но всегда мы, как бы, комментируя его перспективу, откладывали, что это может произойти, возможно, к концу года, может быть, позже, если будут индикаторы, подтверждающие, что американская экономика в рецессии и еще вот эта рецессия на фоне жесткой монетарной политики, все это должно было бы реализоваться в какое-то падение американского фондового рынка. Но проблемы начались в банковском секторе, и причем мы сейчас наблюдаем за ситуацией, которая развивалась в далеком 2008 году, ну, в похожем формате, когда один банк за другим отчитывались о проблемах с ликвидностью и после признания проблем сообщали о своей финансовой несостоятельности, неплатежеспособности и прекращали свою деятельность. Первый банк-то был Silvergate, это сейчас уже, про что я не будем вспоминать, давайте работать с тем, что есть сейчас. Он больше, конечно, затронул криптовалютной индустрией, и когда лично я даже на своих брифингах комментировал последствия банкротства этого банка, все равно делался больше акцент на рынок криптовалют, учитывая то, что это креитор для многих криптовалютных компаний. Ну, я никак не мог предположить, что прямо буквально через пару дней еще один банк силиконовой долины, Silicon Valley Bank, сообщит о аналогичных проблемах. Мы знаем, что, в принципе, уже санации этого банка не будет, фактически еще один банкрот. Потом банк Сигнатура и целая куча банков, которые валились вчера на премаркете после открытия, показывали еще более чудовищную нисходящую динамику. Это доказывает то, что банковский кризис США начался. Ну, другой вопрос. Перерастет он в кризис полномасштабный для американской экономики и впоследствии уже в общемировой экономический кризис. Время покажет. Сейчас ничего исключать нельзя, потому что рынок нам уже неоднократно доказывал, что, чтобы мы не прогнозировали, все может быть существенно хуже. И может реализоваться даже то, что, казалось бы, немыслимо и невозможно. Я в этой связи сейчас несколько как бы подсократил свою торговую активность, сфокусировался на нескольких финансовых инструментах. Я предлагаю перейти к демонстрации экрана и показать, о чем мы именно речь идем. График видно уже, да? Да. Так, прежде всего, золото, которое, конечно же, пользуется сейчас очень большим спросом, так же, как и американский рынок долга, я имею в виду казначейские облигации, обвал доходности, трежерис заказывает, что очень много денег сейчас перетекает как раз в эти облигации. На рынках паника она легко объяснима, потому что рядовые кредиторы, те, кто размещал свои средства в банках, в виде, как рассыпется один банк за другим, конечно же, вот провоцирует такое понятие, как bank run, когда приходится все же думать на перспективу и допускать развитие самых невероятных сценариев. Это значит то, что многие приходят к выводу и к решению, что лучше бы, чтобы деньги были под подушкой дома, нежели в каком-то банке и так далее. Поэтому Федрезерв, который накануне провел экстренное заседание, я сегодня пытался прям тщательно, мониторил все СМИ, сводки информации, найти что-то реально стоящее, что можно было сказать, «Ах, ФРС молодец, вот держит руку на пульсе и поможет банкам». Но не нашел ничего, кроме как анонсированного пакета предоставления доп. ликвидности на 25 миллиардов долларов, которые многие расценивают как вообще капля в море. Этот пакет не может помочь даже ни одному банку, даже из тех маленьких банков, которые уже сообщили о своем банкротстве. Но, может быть, ФРС считает, что худшее уже позади, хотя почему? Мне кажется, худшее еще впереди, учитывая, что сегодня ситуация с снижением капитализации многих банков может повториться, и чем все это закончится, никто не знает. По крайней мере, каких-то прорывных решений от Федрезерва нет. Ни смягченных норм резервирования, ни анонса того, что временно представляется программа количественного значения, не даже разговоры о том, что в ближайшем перспективе будет уместно не только повышать процентную ставку, точнее, не то, чтобы притормозить с повышением ставки, а даже снизить процентную ставку. Есть такой сценарий, который предполагает смягчение давления на американский банковский сектор. В таких условиях, да, непросто принимать торговые решения, но если мы говорим о панике, мне кажется, каждый согласится тем, что на рынке сейчас паник. Ну, может быть, криптоэнтузиасты сейчас не согласятся, потому что крипта летит в космос на фоне даже снижения фондового рынка. Но американский рынок долга и золото доказывают, что это паника, потому что если бы ее не было, золото не котировалось бы сейчас на отметке 1900 долларов за тройскую пункцию, а доходности десятилетних трейджерс не потеряли бы 20% до доходности за считанные дни. Золото сейчас 1908 долларов за тройскую пункцию. Честно говоря, ранее я золото шортил, локально удалось даже заработать, но потом рынок начал стремительно расти. Я на своих брифингах подсветил, что тех, кто хочет торговать золотом, сейчас нужно покупать. Но лично я пока что вне сделать, но подсвечиваю возможность, что на фоне снижения доллара, того, что сейчас происходит с рынком казначейских трейджерс, еще сантимент, сейчас точно скажу, какой процент трейдеров. Так, 73% трейдеров сейчас золото шортит, и золото продолжает расти. Многие уже ориентируются на цель 1950, 2000 долларов за тройскую пункцию. Если все будет так, как было вчера и в конце прошлой недели, и еще, скажем, добрый пяток и десяток банков окажутся в этой финансовой пропасти, то да, золото легко может переписать прежние локальные максимумы. Индекс доллара. Вот сегодня индекс доллара может быть интересен, потому что на повестке отчет по инфляции, он выйдет в 12.30 по GMT. Индекс доллара сейчас, наверное, по нему тоже трудно прогнозировать какие-либо движения. Нужно дождаться заседания регулятора на следующей неделе, и в зависимости от того, какое решение будет принято, повышена ли будет ставка на 50 боистых пунктов, на 25, или ФРС решит, что сейчас повышать ставку не нужно, лучше подождать. Вот от этого, конечно же, будет зависеть многое. Но предварительно я считаю, что инфляция все же подает признаки роста. Сегодня, я думаю, что мы увидим потенциально даже росты годового показателя, несмотря на то, что в прогнозе совершенно другие цифры, и все ожидают снижения годового показателя. Я как бы сторонник другого лагеря трейдера. И в случае роста инфляции индекс сможет попробовать сегодня восстановиться. Я бы даже рискнул, забросил опложку байстоп с уровня 103.50, повыше с стопом на отметке 103. Ну и ждать уже потенциальный рост в районе 105 пунктов. И американский фондовый рынок текущей котировкой 3873 пункта. Моя долгосрочная цель была на отметке 3800 пунктов. Мы чуть-чуть до нее не дотянули. Но я думаю, что движение туда – это вопрос лишь времени. Даже если не дальнейшая эскалация ситуации ухудшения обстановки в банковском секторе США, американский фондовый рынок, скорее всего, останется под давлением потенциально жесткой монетарной политики регулятора. Потому что если все стабилизируется, ФРС быстрее вернется к идее дальнейшего повышения ставок, а это уже будет потихонечку топить индексы еще месяц-другой. Поэтому здесь, без сомнений, нужно пока что рисковать работать по тренду. Этот тренд нисходящий. И с целями по S&P даже пониже, чем 3800 пунктов. Короче, золото вверх. Индекс доллара пока что тоже, как инструмент, относящийся к категории защитных активов, еще с уклоном на предстоящий релиз по инфляции, может показать также положительную динамику сегодня. И по эталону риска американский фондовый рынок вниз. Виталий, слово тебе. Так, ну, по поводу твоего видения, я с ним согласен по поводу фондового рынка. И что сейчас происходит. То, о чем мы говорили, что кризис будет, скажем, на конец 2023 года. Да, я об этом говорил, и ты говорил о рецессии. Но, так скажем, это только репетиция. Вот этот банк, посмотрите, что произошло. Это, так скажем, топ-16 банк. 200 миллиардов. И вот за один день, за два его уложили. Я еще читал довольно интересную статью. У меня, кстати, на телеграм-канале публиковал. Это англоязычная статья с сайта ZeroHedge по поводу того, что этот банк топили так, как-то, так скажем, спецом. Если не ошибаюсь, JP Morgan такой подлил, такой, о, забирайте деньги с банка. Ну, вот этого. И все пошли, там кто-то начал забирать, и он сложился за два дня, скажем, за три, условно. Поэтому там есть рука, скажем, рука некоторых крупных банков. Наверное, как исходит из данной статьи, посыл, чтобы ФРС напечатал новых денег или дал какую-то помощь на финансовых рынках другим крупным банкам. Почему? Потому что вот ту проблему, которую мы увидели в этом достаточно крупном банке, 200 миллиардов, да, там где-то было, и его сложили за несколько дней. Представляете, какие капиталы в крупных банках, JP Morgan, тех же хедж-фондов BlackRock, Европа. Вот сегодня смотрел новые данные за вчера по поводу Credit Suisse, швейцарский крупный банк, плюс Deutsche Bank немецкий. Там вообще проблемы такие, что когда это все сложится, что будет с рынком. Поэтому, как я ранее говорил уже, в долгосрочной перспективе я бы не работал на покупку акций американских компаний, да, я бы искал точки входа на шорт по фондовым индексам S&P 500, или через CFD, через фьючерсы, через опционы, как бы в таком формате, да. Конечно, нужно соблюдать риски, потому что на рынке все возможно. Вот даже тот же рынок Европы, если посмотреть, какие там проблемы в Европе, в Германии, в Британии, а фондовые индексы там показывали новые максимумы. Поэтому это нужно учитывать, соблюдая риск, так как фондовый рынок – это такая штука, которые могут сходить в любую сторону. Ну, давайте пройдемся по рынку. По рынку с позапрошлой недели. Давайте пройдемся тоже, о чем я говорил, по поводу биткоина, да. Еще две недели назад мы с тобой общались, вот где-то на этом уровне. Я говорил о том, что биток вижу в шорт. Ну, в принципе, неплохо сложились. Мы сделали и локальные цели в районе 2700, и даже пощупали 20 тысяч. Поэтому на этом снижении можно было неплохо заработать на шортах по биткоину. Вот эти покупочки я пропустил, так как они начались, так скажем, на выходных. И я акцентировал свое внимание в основном на фондовых индексах. На текущий момент по биткоину я вне рынка нахожусь. Возможно, какое-то коррекционное движение мы по биткоину и по эфиру. Вот четко видно подошли к сильным уровням сопротивления. Биток это 25 тысяч, 24-25 эфир в районе 1700. Возможно, какое-то коррекционное движение, но я пока вне рынка нахожусь, как уже сказал. Это если подытожить. По поводу фондовых индексов. Две недели назад я, как и ты, давал рекомендацию на шорт данного индекса. Мы локально там падали, но было дальше коррекционное движение в район 40-80, да, плюс-минус. Оттуда я давал новые рекомендации, так как у нас на прошлой неделе битва аналитиков, скажем, не получилась. Я на своем YouTube-канале, специально сделал выпуск для тех, в связи с тем, что не получилась битва, по поводу фондовых индексов, давал шорт. Это было где-то в среду или четверг, если не ошибаюсь. S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX, FTSE 100 британский, и особенно очень красиво пошли европейские рынки вниз. Давайте посмотрим, что там было. Вот по FTSE 100 самое красивое падение, как мы видим. Вот здесь я еще с тобой 2 недели назад давал рекомендацию на уровне где-то примерно 7900, и обратно они там локально падали, но сделали еще до накопления позиций крупные, да, и уже на этой неделе, так скажем, точнее, на прошлой неделе на этой добили пониже. Что касается новых идей каких-то, да, на рынке, чем примечательно было в прошлой неделе, позапрошлой неделе, тем, что, вот, допустим, тот же FTSE 100 британский, смотрите, какое хорошее накопление, можно было понять, что с этого накопления возможно уйдут вниз, да, мы на этом заработали. Дальше, что у нас на текущий момент? У нас есть падение, да, и нужно ждать каких-то новых, скажем, нового топлива на рынке, чтобы понять, куда игроки дальше планируют работать на продолжение снижения или будут откупать вот эту всю просадку, так как вот если вчера посмотреть по Америке, то некоторые акции, особенно финтеха, неплохо откупали, да. Даже тот же S&P 500, он в моменте и рос утром, и падал в обед, да, и в итоге закрылся в ноль. Поэтому, если брать какие-то новые идеи, я бы дальше рассматривал на шорт фондовые индексы, конкретно уже Европу я бы не трогал, а вот присмотрелся к США, S&P 500, NASDAQ, но вопрос, будем ли мы падать с текущих, у нас очень маленькое накопление. Я бы, скажем, более такие надежные шорты ждал где-то в районе 3,950, возможно, еще там будет какой-то ложный вынос в район 4 тысячи, да. Вот как-то вот так вижу по Америке. Плюс, как ты отметил по поводу инфляции, что ты пока остаешься, скажем, таким ястребом, да, по поводу, что и ставки будут высокие, но уже, я вижу, если смотреть прошлую неделю, то все закладывали раньше, еще там, в начале прошлой недели ставки, там, вероятность поднятия на 0,25, это было где-то 30%, да, потом где-то среда-четверг, когда вышли нонфармы, да, поднялись, поднялась вероятность поднятия ставки на 0,5 до 70%, да, и сейчас она уже пошла в обратную сторону, потому что понимают все многие, что агрессивное поднятие ставки будет добивать рынок. Проблемы, как мы знаем, начались в банковском секторе, но они и есть, они никуда не исчезли. В связи с поднятием процентной ставки, я недавно тоже публиковал интересную информацию, что вот это поднятие ставок, оно приведет к новому кризису, поэтому вопрос времени, и будем ли мы падать с текущих, имеется в виду, в текущем месяце дальше, или я еще не исключаю вариант, что мы можем тестировать прошлым месячные максимумы, то есть это в районе где-то 4200, 4300, 4400. Сегодня есть проблема, завтра забыли, скажем, откупили рынок, это не проблема. Поэтому очень осторожно с работой со стоп-лоссами, будет где-то в районе 3950, здесь я бы набирал шорт по индексу S&P 500, добирался, или даже присматривался, если будет вынос с этой зоны, с общим стоп-лоссом где-то в районе 4,420. Вот если будут ломать вот этот уровень зоны, то я бы уже, наверное, фиксировал убыток по шорту. Что касается рынка золота, рынка золота, что касается, я аналогично, как и ты, мы шортили в прошлом месяце, текущий месяц я практически не торговал золота. Почему? Потому что работал в основном с фондовыми индексами, но ранее еще предупреждал, что если кто торгует среднесрочно-долгосрочно, по золоту набирать лонги, я сам лично нахожусь в долгосрочных лонгах по золоту, в других активах, не во фьючерсах, не в других, скажем так, производных инструментах. Поэтому будут проблемы, золото будет очень сильно расти. Дальше. Поэтому каких-то новых идей будет какая-то коррекция, посмотрим, что это за коррекция будет, так как у нас движение. То же самое валюта, вот индекс доллара или евро-доллар. Сложная сейчас ситуация по валютам, так скажу сразу. Почему? Потому что был сильный выкуп последние три дня. Что это за выкуп? Это новый импульс с вероятностью того, что мы, если будет какая-то коррекция, мы уйдем дальше наверх. Такая возможность есть. Или это до набора позиций в этом накоплении, которое у нас есть, оно очень тяжелое. Не исключаю, что это ложный вынос уровня 0.7. Мы видим, что мы еще в прошлый месяц с этого уровня вваливались. В начале этого два раза тестировали. И, возможно, у нас будет сильное падение по евро-доллару. Но, скажу так, очень сложная ситуация. По валютам можно рассматривать, вот как ты рассматриваешь лонг индекса доллара, возможность шорт евро-доллара, секущих со стоп-лоссом за вчерашний максимум. И то скажу, что это очень-очень рискованная идея. Вот как мне вот так кажется. Италий, спасибо тебе за твои рекомендации, за сделки. Действительно, рынок очень сложный. Сейчас трудно набирать позиции, потому что все может измениться. Если каким-то чудом все это нейтрализуется в плане негатива, то да, мы вернемся к прежним трендам, когда будет укрепляться уже без сомнения курс доллара. Там на рынке криптовалют будет больше стоить для снижения. Если все будет и дальше сыпаться, как сейчас, то будем работать золотом с защитными инструментами, потому что на фоне обвалов Англии все, что будет иметь отношение к риску, окажется, разумеется, под давлением. Но я думаю, что какая-то развязка должна произойти уже будет ясно, по крайней мере, под конец этой недели. Пошел ли вот этот цепной процесс по принципу домино, полетели посыпали из банки дальше, либо все-таки удалось остановить вот этот Bankrun и тотальный колоссальный по динамике снятия средств банков, коммерческих банков США. Тогда в следующий раз с тобой снова обсудим. Я думаю, что это будет не менее интересно, чем сейчас. Посмотрим, где будут финансовые активы, ну и, конечно же, дадим дополнительные рекомендации. Виталий, спасибо тебе, что с мытью на эти время. Тебе тоже хорошего закрытия недели, хороших и удачных трейдов на этом непростом и спокойном рынке. И до скорых встреч. Пока. Всем удачи.